Добрый вечер! Важный вопрос я вам задам. А сколько я могу заработать в этом бизнесе? Так вас, меня и любого другого сетевика спрашивают наши люди, которые заходят в этот бизнес. Они спрашивают, а сколько я смогу заработать? А ответ неоднозначный. А все зависит от многих факторов. От того, кто ты. От того, как ты будешь работать. От того, какой у тебя опыт. Насколько самоотверженно ты будешь действовать. Насколько ты будешь обучаемый. Насколько ты контактный. Насколько ты мобильный, подвижный. Насколько ты готов к действиям. Какие у тебя цели. Множество разных факторов будут влиять на то, какой ответ получит этот человек. И один из вопросов мы часто обходим. Вернее, один из факторов или критериев успеха мы часто обходим. А он имеет значение. А насколько ты авторитетен. Насколько тебя уважают люди. Насколько ты ценен. Насколько ты влиятельен в своем окружении. Среди тех людей, которые тебя знают. Как к тебе относятся люди. Если ты изгой. Если тебя все шпыняют. И никто тебя не ценит. То вероятность быстро начать зарабатывать много денег невысокая. Но если ты в авторитете. Если ты крутой. Если твое слово для многих людей является ценностью. И мнение твое для них важно. То тогда можно предположить. Что ты при наличии других. При соблюдении других факторов. Необходимых для успеха. Как то труд, обучение, обучаемость. Цели высокие и так далее. Ты можешь быстро начать зарабатывать. Одним из важных моментов для нас. Для дистрибьюторов. Не все его понимают и оценивают. Не только в сетевом бизнесе, а вообще. Это то, как мы предстаем перед людьми. Как мы выглядим перед ними. Как они привыкли нас воспринимать. Как уважающих себя людей. Как людей, которые привносят вместе с собой что-то такое ценное, дорогое, значимое. Или так себе шалопают. Вот моя жена регулярно смотрит передачу «Модный приговор». И последнее время я стал тоже на нее поглядывать. Очень ценная, полезная информация. Оказывается, миллионы молодых женщин, про мужчин я вообще не говорю. Миллионы молодых женщин понятия не имеют, как надо выглядеть, как надо одеваться. Какие законы существуют. Они даже не догадываются, что они выглядят пошло и безобразно. Что это влияет на то, почему они до сих пор не замужем, почему у них распадаются семьи и так далее. А для бизнеса это тем более. И там очень часто появляются истории, когда обвиняемая в этом «Модном приговоре» женщина, бизнес-вумен, занимается каким-то важным делом, а одевается как лохушка после. И поэтому ее клиенты избегают, у нее ничего не происходит. Короче говоря, это важный момент. Вот я только что сейчас рассказывал про Наполеона Хилла. Он рассказывает историю, и свою собственную историю на ее примере говорит о важности одежды, о психологии одежды. И вообще, насколько для бизнесмена, для предпринимателя одежда, стиль, который человек демонстрирует окружающим, имеет значение. И он там рассказывает свою собственную историю. Когда он пришел, пришел с войны, и бывший журналист, у него кроме потрепанной униформы ничего не было, ни денег, ни денег, а ему нужно было начинать в этом мире, и он мечтал открыть журнал. И он поступил так, он на занятые деньги, на последние занятые деньги, сшил себе два хороших, дорогих костюма, настоящих, хороших, настоящих. Купил дорогие рубашки, короче, вложил кучу денег в долг, там я не знаю как, где-то добыл в долг, короче. Купил все, а экипировался, приобрел презентабельный вид успешного человека. Я сейчас слушаю в этом модном приговоре, когда люди говорят, да не важно как, а историк моды Александр Васильев и Надежда Бабкина, да и это Хромченко, эксперт моды, говорят, да вы только попробуйте одетесь по-другому совершенно, вы же будете себя ощущать совершенно по-другому, у вас язык будет говорить по-другому, у вас взгляд будет другой. И это действительно так, какие метаморфозы происходят с людьми, с женщинами в основном. И вот этот вот Наполеон Хилл, молодой, после фронта, переоделся вот в эту дорогую, настоящую одежду и сразу ощутил себя ценным, дорогим человеком, который из себя что-то значит. Он начал понимать, что он в цене. Его самооценка сразу поднялась. Не важно, что он взял эти деньги в долг, ему нужно было прорваться в жизни. И он имел план. И он стал прохаживаться в этой дорогой одежде во время обеденного перерыва возле банка, владельцем которого был знакомый ему банкир, когда-то еще до войны. И он стал прохаживаться периодически с видом отдыхающего в обеденный обед человека, с сигарой дорогой, с шелковым галстуком в кармане, в костюме, классно сшитым, в новых шелковых носках, в белье в хорошем, дорогом. И вот он в один из перерывов, в один из таких променадов обеденных встретил этого банкира, поздоровался с ним небрежно и прошел мимо. А на следующий день банкир сам к нему подошел и поздоровался. Наполеон, Иль, вы уже с фронта, я смотрю, вы преуспеваете. Как у вас дела? Он говорит, да прекрасно. Вот хочу открыть новый журнал, не знаю, выбрать, чьи услуги, какого банка выбрать, чтобы взять деньги на открытие журнала. И банкир кричит ему, пожалуйста, ни с кем не соглашайтесь, ни у кого. Я вам дам, я вам дам кредит, ни с кем не договариваетесь, вы же меня знаете, ну пожалуйста, пожалуйста. Я вижу, у вас дела идут успешно, вы успешный человек. Все, и таким образом банкир убедил, уговорил его взять его кредит у него в банке, чтобы открыть журнал, и дело было сделано. Я не хочу сказать, что надо пускать пыль в глаза, но Наполеон Хилл, великий человек, он 30 лет потратил на свой труд для того, чтобы понять, почему преуспевают великие люди. Почему те, кто добился успеха, преуспели. Какие принципы, какие секреты, какие фишки, они все как один использовали, осознавая это или не осознавая, чтобы добиться успеха. И один из них, это хорошее понимание психологии одежды. Поэтому речь не идет о том, чтобы ходить во фраге. Речь идет о серьезных делах, о прическе, о ногтях, о маникюре, о галстуках, о... Психология одежды. Если вы на это, встречаясь с людьми, не обращаете никакого внимания, если вы пахнете потом, если вы одеты как попало, если ваши ботинки в пыли, а ногти у вас не в порядке, и вы рассказываете о серьезном большом бизнесе, если вы не выглядите прилично, шансов мало, шансов никаких. Это очень важный момент. Ну так, на всякий случай. Вдруг кому-то это понадобится. Я желаю вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok